Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзорников компании Тикмилы. Сами я Артур и Диатурин. Цены на нефть открылись сильным снижением в понедельник. Июньский контракт WTI потерял более 18%, бренд упал на 6%. Рынок сейчас ожидает начала сокращения добычи ОПЕК в конце этой недели. Это будет позитивной новостью на фоне того, что в Америке производители продолжают давать темп усиленными темпами, заполняя хранилища. В то же время на стороне спроса нет резко позитивных новостей, которые смогли бы скорректировать настроение. Учитывая хрупкое состояние рынка, некоторые страны решили начать сокращать добычу раньше срока, предусматриваемая сделка ОПЕК+. На это пошла и Саудовская Аравия. И хотя сокращение добычи раньше срока несет несомненную пользу для восстановления рынка, приближает по времени до ребалансировки рынка, краткосрочными настроениями сейчас руководят как сохранение фундаментальных дисбалансов, среди которых неизрешенная проблема хранения нефти в ОКУшинге, в основном нефтехранилище в США, которое лежит в основе механизмов расчета для поставочных фьючерсов WTI, из-за которого мы наблюдали отрицательные цены по майскому контракту. Второй дисбаланс, сохранение дисбаланса, это недостаток падения резко-эмиралового спроса, прогнозы по нему часто пересматриваются, пересматриваются в менее лучшую сторону. Второй фактор это психология рынка, это во-первых страх оказаться на стороне больших убытков, страх оказаться на неверной стороне, эту горькую правду уже познали покупатели майского контракта WTI. И второй психологический момент, это желание присоединиться сейчас к спекулятивной волне, которая сейчас давлеет над рынком, как раз таки из-за того, что есть некоторые ожидания, что история с майским контрактом может наблюдаться и в конце, к пробежению экспирации июньского контракта. Буровая активность США снизилась на прошлой неделе, сообщило агентство Baker Hughes, указав при этом на сокращение числа добывающих вышек на 60 единиц до 378. Число буровых вышек быстро приближается к минимуму, который наблюдался в 2016 году. С середины марта число буровых вышек с этого уровня сократилось почти на 45%, что сигнализирует о неизменном, о неизбежном приближении того момента, когда добыча нефти в США начнет резко сокращаться, это должно произойти в ближайшие месяцы. Другим компонентом важным текущих ожиданий на нефтяном рынке является информация о восстановлении спроса, именно о восстановлении, потому что считается, сформировались такие ожидания, точнее такое представление, что дно потребления, мирового потребления нефти уже достигнуто, это уже нашло отражение в ценах, поэтому лидирующими индикаторами сейчас будет поступать информация о восстановлении спроса. Претендует на такую информацию данные об объемах переработки нефти китайскими НПЗ, например, независимые частные НПЗ в провинции Шандонг, Китай, увеличили переработку нефти уже до рекордных уровней, сообщается такая информация. Данные аналитического агентства SCI-99 показали, что загрузка мощностей китайских НПЗ на прошлом деле возросла до 72,6%, это плюс 0,71% по сравнению с прошлой неделей. Однако, что еще более важно, если мы вот такой дальше сравнительный анализ проводим, то по сравнению с февралем загрузка мощностей увеличилась на 30%, 42% это вот дно, будем так говорить, в показателе загрузки мощностей до 72%. Это говорит о том, что спрос на нефть в Китае растет сейчас с устойчивыми темпами, что отражается в росте спроса на нефть со стороны НПЗ китайских. Теперь мы переходим к обзору фундаментальных данных по США. В пятницу у нас появились некоторые данные по лидирующим индикаторам. Это, во-первых, заказы на товары длительного пользования, марковский показатель, заказы на капитальные товары и отгрузка капитальных товаров, это марковские предварительные показатели. Заказы на товары длительного пользования упали на 14,4% в годовом выражении, что вроде бы вписывается сейчас в общую картину кризиса, не особо примечательная информация. Однако, один из компонентов показателей, а именно заказы на капитальные товары, исключая заказы в секторе гражданской авиации, мы говорим о Боинге, заказы у компании Боинг, показали странную устойчивость в марте, будучи субкомпонентом заказов на товары длительного пользования, заказы на капитальные товары, вот видно, что в марте не снизились вопреки ожиданиям, а ожидания у нас составляли в минус 6%, они выросли, в то время как под общие показатели у нас упало, резко сократилось, причем сократилось на 14,4%. О чем это говорит? Это говорит о том, что фирмы в США, если мы не берем Боинг в рассмотрение, не спешили урезать инвестиционные планы, что видно из такой стабильной динамики кривой в марте, изменение по сравнению с мартом 2019 года, как я уже сказал, составило 0,1%, то есть инвестиции выросли в марте, и это будет очень странно, потому что это не находит отражения в производственных опросах от того же агентства института ICM, который в марте показал, индекс которого общий показал, что активность составила 49,1 пункта, то есть активность сократилась, или от Федерального резервного банка Филадельфия, который также рассчитывает в производственный индекс, и он в марте упал до минус 12,7%, как мы уже видим, прогноз по показателю по заказу на товары, на капитальный товар составит минус 6,6%, и это вот такой был большой положительный сюрприз в данных, что говорит о достаточно устойчивых, хороших ожиданиях фирм в США. ФРС внимательно следит за динамикой вот этого показателя, за заказами на капитальные товары, так как данные показатели отражают ожидания финансовых менеджеров, то есть тех, которые принимают решение инвестировать или нет, отражают ожидания этих людей относительно будущего спроса на товары или услуги их компании, и учет этой информации позволяет ФРС настраивать политику более точно, не оставаться постоянно не поспевающей за ожиданиями, реагировать на прошлые события, только вероятно, у кого можно интерпретаться этим данным? Вероятно, во-первых, что фирмы не смогли оценить всю тяжесть карантина в марте, потому что он как бы еще не полностью реализовался, а ждали, что он займет не такое длительное время. И также есть вероятность, что влияние карантина на посткризисное, будем так говорить, восстановление, оно переоценено, на самом деле восстановление будет происходить более быстро, и как раз таки именно на это рассчитывали финансовые менеджеры именно в своих действиях, то что продолжать активно инвестировать, несмотря на ухудшение конъюнктуры, как раз таки рассчитывая, что восстановление спроса будет быстрым. И если полагать, что они обладают больше информации, чем мы, то вот такие рассуждения, они имеют смысл, они, естественно, могут реализоваться. В любом случае, такой вот позитивный сюрприз в данных, именно в лидирующих показателях, да, они создают основу для менее мрачных цифр по ВП за первый квартал, эти данные появятся у нас на следующей неделе, что также будет, возможно, положительным сюрпризом на следующий день, и не фундаментальных данных по США. На сегодня на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среднем.